Добрый день! Слышно нормально? Прошу прощения, что я в галстуке, нельзя приходить на айфорум в галстуке, я это знаю, но вам Алексей уже сказал, что у меня другое мероприятие потом. Итак, сегодня мы поговорим о том, о чем обычно не говорят на айфоруме, об экономике. Об экономике, о том, что происходит там. Не в украинской экономике, в мировой экономике. Мы всех прекрасно знаем, что первопроходцы снимают сливки. Сегодня я хочу, чтобы мы все почувствовали себя немножко первопроходцами. Не в какой-то одной маленькой бизнес-модели интернет-бизнеса, а вообще в принципе в целом в экономике, в мировой. И вот почему. Время от времени, очень редко, очень редко, всего несколько раз в истории мировой экономики происходило так, что возникали новые экономические отношения. Новые экономические отношения, когда они возникают, всегда обладают более высокой энергетикой, чем предыдущие. И поэтому существенно более эффективны. Так капитализм более эффективен, чем феодализм, феодализм более эффективен, чем рабовладение и так далее. И тот, кто первый начинает, тот выигрывает больше всех. Англия, Голландия, Северная Италия первые начали капитализм, первые выиграли больше всех и до сегодняшнего дня они побеждают. Новость, которую я хочу сегодня вам принести, заключается в следующем. Поздравляю, сейчас такой момент. Что это и почему. Если мы посмотрим на историю мировой экономики, я не буду вам рассказывать по Марксу, по Марксу уже рассказал Саша Александрович в самом начале. Я вам буду рассказывать еретическую экономическую историю в других терминах, в терминах ренты. То есть в терминах того, каким образом возникает добавленная стоимость. Сначала было общество без ренты, я поясню подробно, что это значит. Потом общество с рентой силы, общество с рентой права, общество с рентой капитала. Всего лишь три раза в мировой истории возникала новая система экономических отношений. И сейчас она возникает еще один раз. Давайте посмотрим на эти общества, сменяющие друг друга. Сначала было общество без ренты вообще. Мы понимаем, о чем идет речь. То, что называется первобытный общинный строй. Классов нет, излишков нет, ничего нет, все голодные, ничего не умеют, умеют загонять мамонта, умеют кочевать. Умеют немножко, так сказать, что-то там собирать, немножко на земле. Чего достигли? Достигли умения общаться. До того, пока не возникло такое общество, люди общаться не умели. В общем, жили как животные практически. Когда возникли начатки социальной жизни, сложилось первое общество, общество без ренты. Ему на свену пришло общество с рентой силы. В общество без ренты староста деревни, не имеющая никакой власти, выходил и говорил, «Ребята, а давайте прокопаем канаву до ближайшей реки, повысим урожай». А ребята говорили, «Да пошел ты!» В обществе ренты силы. Тот же самый старейший нам приходил и говорил, «Значит так, как солнце взойдет, все с лопатами стоят возле речки. Копаем канаву. А кто не придет, то вот эти два здоровых пацана с палками каждому дадут по 10 палок». И действительно, кстати, как говорил Фредрих Энгельс, только после того, как обезьяна взяла в руки палку, другая обезьяна начала работать. Действительно, общество с рентой силой дает существенно лучший результат. Растет урожай, растет рождаемость, все становятся более мощные, уверенные в себе, население становится больше, идут в соседнюю деревню, забирают рабов и так далее. Общество с рентой силой – это все виды рабовладения. От древнего рабовладения египетского, римского, греческого, до современного пиратства, до современного гулага и концлагерей. Общество ренты силы сильнее общества без ренты, потому что оно присваивает излишки сельского хозяйства. В сегодняшнем обществе, в сегодняшнем мире, там, где присваивать часто не получается, система ренты силы занимается следующим. Первое – качает нефть. Второе – качает нефть. Третье – там, где нефти нету, пилит бюджет, приторговывая землей, концессиями и портами. Чего достигли? Великие империи и великие памятники, которые стоят до сегодняшнего дня. На смену обществу ренты силы приходит более совершенное общество – общество ренты права. Общество ренты права, которое нас называют феодализмом, но у него есть разновидности, потому что классический феодализм украинского типа, паны и крепаки – это общество ренты права, но также точно олигархическая модель экономики – это общество ренты права, социализм с его номенклатурой – это общество ренты права, государственный социализм, когда чиновники всем рулят, – это общество ренты права. Это все более совершенные модели, чем рента силы, но менее совершенные, чем следующая система. Что они умеют? Они умеют многое – развитое сельское хозяйство, низкая промышленность и так далее. Самое главное достижение – взрывообразно по экспоненте растет население. Все становятся богаче в системе ренты, и все становятся здоровее, и все становятся многочисленнее, и более, менее голодными, и более сытыми, и более умными в системе ренты права, чем в системе ренты силы. И на смену ренты силы приходит новая система – система ренты капитала. То, что мы называем свободным рынком, открытой экономикой, либеральным капитализмом. Это следующая более высокая система, которая умеет внедрять индустриальные технологии, которая строит хай-тек, которая придумала глобализацию, интернет и биржу. Чего достигли? Научно-технического прогресса, глобализации и фантастического увеличения продолжительности жизни. Такие четыре общества, четыре вида ренты, точнее, три вида ренты и ноль, которые были до того. Принципы эволюции легко проследить любому, кто знает историю экономики хотя бы немножко. Первое. Всегда есть многоукладность. Всегда есть многоукладность. Всегда есть разные, даже в одной стране, сферы. Например, есть рабство, и есть свободные люди. Есть крепостные, и есть свободные общинники. Например, в Великобритании в Средневеково, времен Робин Гуда. В Америке перед гражданской войной есть уже современный капитализм, и вместе с тем есть старое отсталое рабство. Второе. Новое всегда настраивает технологии. Когда приходит система ренты капитала, старое сельское хозяйство превращает в индустрию. Оно даже старую охоту превращает в индустрию. Все превращает в индустрию, к чему прикасается. И государство превращает тоже в индустрию. Следующее. Новое всегда паразитирует на старом. Рабовладельцы угоняют в рабство свободных общинников. Капиталисты сгоняют крестьян с земли. Новое всегда более яростный хищник, и всегда сгоняет старое с насиженного места. Рента силы всегда сгоняет с насиженного места общество без ренты. Рента права выгоняет ренту силы. Рента капитала выгоняет ренту права. Третье. Новое всегда демонтирует старое. Например, рентоправо вынуждено привести ренту силы в рамки, заставить их не просто все хватать, что плохо лежит, а вести себя согласно правилам. Рентокапиталы еще более жестко вводят ренту права в силы. А ренту силы вообще называют коррупцией и требуют ее исключить. Новое сильнее старого. Новое всегда достигает то, чего старое не достигло. Великие империи, великие пирамиды, построенные рентой силой, всегда больше и лучше, чем то, что было обществом без ренты. То, чего достигла система рентокапитала, невероятное развитие хай-тека, вообще промышленности и научно-технический прогресс, было недоступно системе ренты права. И, наконец, новое побеждает, старое вытесняется на периферию. Если мы посмотрим сегодня, где сегодня существуют рента силы и рента права, мы увидим, что это не современные, не просветающие державы. Мы увидим, что сегодня рента капитала представляет те державы, которые самые сильные, которые могучие, которые инновационные. А рента силы остается государством типа Афганистана, Сомали, Исламского государства, Ирака и Леванта. К ним еще периодически присоединяются другие государства типа России. Итак, как происходит переход? Сначала накапливаются изменения в технологиях, в религии, в науке, в политике, в духовных учениях, во всех-всех-всех сферах. Потихонечку капельками пробиваются, пробиваются, пробиваются ростки, и потом оказывается, что это мощнейшее новое дерево, которое просто прорывает старое и вырастает. Так в свое время появилась система ренты капитала в феодальном мире. И происходит прорыв. Что интересно? Интересно, что Украина находится сейчас на точке прорыва из системы ренты права в систему ренты капитала. У нас нет и никогда не было свободного рынка. Мы только пытаемся его построить, у нас пока плохо получается. Если мы посмотрим, как возникали эти общества, вот там уже что-то такое зеленеет на горизонте, видите, да? То вот мы где? Вот мы в очень нехорошем месте. Мы застряли в феодализме, мы застряли в средневековье, мы застряли в системе ренты права, которая у нас называется аллигархической экономикой. И нам поэтому нужно туда, там, где оранжевый кружочек, там, где рента капитала. Тем временем что-то зеленеет на горизонте. Что же это зеленеет на горизонте, непонятно. Давайте попытаемся понять. Первое. Почему сейчас? Почему мы говорим, поздравляю, сегодня, сейчас это время? Потому что именно сейчас предыдущая фаза себя исчерпала. Мировой экономический кризис глобального капитализма. Глобализация завершена уже все, не осталось уже на земле никаких точек, где бы она могла сохраниться, где бы она была нетронутая какая-то земля. Уже глобализацией охвачен весь мир, уже капитализм пылает своим пламенем везде, уже управленческий кризис охватил все мировые корпорации. Вместе с тем уже появились новые технологии, уже появилось новое мышление, уже появились ростки нового, и мы сегодня их увидим. Теперь еще хороший вопрос. Почему мы? Мы живем не в самой передовой стране. Мы живем в достаточно отсталой стране. Мы здорово застряли в Средневековье. Почему я говорю, что это происходит не только сейчас, что это происходит здесь? По нескольким причинам. Причина первая. Новая система, та, которую мы еще не назвали, она только проявляется. Она нигде еще хорошо не проявилась. Мы в равных условиях по отношению к другим. Мы не отстали здесь. Мы не пасем задних. Мы можем здесь догнать, потому что догонять не нужно. Нужно просто быстро двигаться. Второе. Наша система ренты капитала еще слабенькая пока. Она еще не укоренилась. Конечно, нельзя перепрыгивать. Конечно, мы должны построить открытый рынок. Перепрыгивать нельзя, но можно быстро проскочить. Можно быстро научиться. Можно экстерном пройти класс. Перепрыгивать нельзя, а пройти быстро можно. Но учитывая, что система ренты капитала у нас пока слабенькая, она не будет очень сильно сопротивляться. Еще одно. Спасибо Януковичу, святой человек. Он практически все разрушил и чуть не загнал нас в систему ренты силы. Мы уже были в нормальной системе ренты права, в нормальной спокойной олигархической экономике. Нам там было всем более-менее комфортно во времена Кучмы. Но пришел, так сказать, хороший человек, все разрушил и попытался загнать нас в систему ренты силы. То есть из феодализма попытался нас перевести еще ниже. Естественно, пружинка лопнула и выстрелила в другую сторону. Эта энергия пружинки, которая выстрелила в другую сторону, мы сейчас и пользуемся. То, что будет в стране происходить в ближайшие годы, это использование энергии этой пружинки. Тому, кто оттянул пружинку с риском для жизни, большое спасибо. Риск для его жизни продолжается. И, наконец, последнее. Совершенно неожиданно, никто не мог подумать, это было непредсказуемо. Это классический черный лебеди или джокер. Но так получается, что вот это новое, которое мы еще не назвали и сейчас назовем, оно проросло здесь и сейчас, и я покажу вам примеры. Никто не мог этого ожидать, но так случилось, и теперь наша задача использовать эту энергию максимально. Итак, давайте посмотрим, что же это. Что это такое, вот это самая новая система ренты. Что это такое, то, что я назвал словом посткапитализм. А слово посткапитализм не означает вообще ничего, потому что оно означает только то, что наступает после капитализма. Оно не дает никакой характеристики. Оно не дает никакой информации о том, что же это такое. Итак, что же это такое, этот самый посткапитализм, для которого мы должны придумать название. Первое. Новая система производства. Система производства, при котором ненаемные рабочие работают на капиталиста. Система производства, при котором работают совершенно другие механизмы. То, что называется викиномика, то, что называется краудсорсинг, то, что называется открытый код, это не капитализм, это следующий этап. Новые системы собственности. Забудьте про то, что кто-то владеет средствами производства. Средства производства оказываются фигней по отношению к тому, что производят люди, по отношению к человеческим мозгам, которые превращаются в средства производства номер один. Поэтому ценности становятся совершенно другими. Экономика дарения – это не капитализм. Экономика полубесплатного – это не капитализм. Экономика распределенного пользования – это не капитализм. В тот момент, когда покупатели дрелей поняли, что достаточно иметь одну дрель на многоквартирный дом, потому что дрель нужна один раз в год или два раза в год, и можно складчину купить на сто человек одну и пользоваться по очереди, в этот момент у продавцов дрели начались большие проблемы. Они поняли, что им пришел конец. Одна вещь на всех, совместное пользование и так далее, и так далее. Я тут нарисовал парочку логотипов каких-то, но вы, я уверен, можете добавить намного больше, чем я знаю, потому что вы постоянно это мониторите. Этого становится с каждым днем все больше. Новая система финансирования. Мухаммед Юнус получил Нобелевскую премию мира за то, что он придумал микрофинансирование, которое ломает все правила капитализма. То, что называется грамин. Краудфандинг, этический банкинг, микрокредитование и еще масса других механизмов финансирования, которые не являются капитализмом, которые являются следующим этапом. И, наконец, новая система организации рынка. На смену стандартной капиталистической конкуренции приходят кластеры, которые живут совместно и совместно развиваются. Развивая, продуцируя и поддерживая насыщенные информационные среды, в котором каждый человек открывает свои таланты. Не боясь делиться, не боясь открывать патенты, не боясь, что кто-то украдет интеллектуальную собственность или кто-то переманит сотрудника. Понимая, что выгода от пребывания в насыщенном информационном поле, а еще спускаясь конкретно на уровень конкретно своей собственной спины, моя выгода от того, что я сижу в коворкинге и кто-то может посмотреть мне в экран, больше, чем если я буду закрываться, прятаться у себя дома. Системы со-конкуренции, совместного развития. Эконоцинозы, это словечко, заимствованное фактически из биологии, очень похоже на экоцинозы, где один вид убираешь из биологической системы и биологическая система рухнет. Итак, новая система производства, новая система собственности, новая система финансирования, новая система организации рынка. Что это такое? Как мы это назовем? Если бы зал был меньше, я бы предложил вам поиграться в название. Еще раз, у нас было общество без ренты, потом была рента силы, потом была рента права, потом была рента капитала. Итак, рента чего? Рента отношений. Мы назовем это обществом рента отношений. Что же это такое рента отношений, мы сейчас увидели уже. А теперь, были принципы эволюции, которые я уже называл. Давайте принципы эволюции, которые мы определили 10 минут назад, применим к переходу от ренты капитала к ренте отношений. Итак, поехали. Первое. Мы говорили, что всегда есть многоукладность. Правда, это правда, и капитализм никуда не денется. Капитализм будет существовать очень долго и хорошо, и он будет пахать на новых хозяев. Точно так же, как феодализм пахал на капитализм, когда капитализм возник первый раз. Теперь капитализм будет пахать на новых хозяев. Он уже пашет на них, между прочим. Второе. Новое настраивает технологии, говорили мы. Замечательно. Что именно он настраивает? Посмотрите на то, как он настраивает энергетику. Мы придем очень скоро к энергогенерации в каждой точке, к распределенным энергогенерирующим сетям. И это будет совсем не то же самое, что Ахметов с его облэнергами. Ну, то есть можно купить очень много тяжелых активов на исходе капитализма, и потом остаться с ними, как с кучей карт, которые ты прикупил, которые тебе никогда не понадобятся. Как с кучей фигур на доске, когда твоему королю уже поставлен мат, а ты сидишь с кучей фигур и думаешь, елки-палки, зачем я их берег? Вот так это работает. А может быть транспорт, где перевозки будут совершенно другие, не такие, как были во времена капитализма. А может быть сельское хозяйство, где все придет к органике, к выращиванию каждым человеком у себя дома, всех необходимых ему растений, которые он будет прямо с грядки, который пошел в чулан из грядки, выдернул там что-нибудь, и сразу салатик покрошил, все свеженькое, органическое. И это будет в каждой квартире. Вполне возможно. А может быть наоборот, а может быть как раз первым изменится банкинг, а может быть первым изменится телеком. Где будет прорыв? В каких отраслях финансового и реального сектора будет прорыв? Мы не знаем этого, потому что этот прорыв нам еще предстоит сделать вместе с вами. Третье правило. Новое паразитирует на старом. Конечно паразитирует. Посмотрите, сколько Facebook стоит на бирже. И почему он столько стоит? Facebook это классический представитель системы ренты отношений. Кроме огромнейшей базы данных и доверия к бренду у него ничего нету. А стоит он сумасшедшие вещи, потому что биржа это инструмент ренты капитала, и он тупо там паразитирует, собирая огромные продажи. Новое демонтирует старое. А это значит, рента капитала будет ослаблена. И уже сейчас мы видим, право рождения денег ничего не значит. Очень часто больших успехов добивается тот, у кого нет денег, чем тот, у кого деньги есть. Потому что того, у кого нет денег, может быть гениальная идея, а у кого есть деньги, нет никакой идеи, кроме как купить яблоки по 15 и продать по 16. Но еще хуже придется системе ренты права. Все, что связано с интеллектуальной собственностью, будет постепенно демонтироваться. Мы видим, что в новом мире интеллектуальной собственности почти нет. Новое сильнее старого. Самые лучшие капиталистические ученые за самую лучшую капиталистическую зарплату делают самую лучшую капиталистическую британскую энциклопедию. А Википедия все равно превышает ее и по количеству словарных статей, и по глубине словарных статей, и по количеству пользователей, как мы понимаем, и по качеству словарных статей, что уже вообще необъяснимо. Потому что кто делает эту Википедию? Какие-то очень странные люди, которые вообще говоря ничего не получают за свою работу. И мы не знаем, кто они такие очень часто. Как получается, что качество выше? Наука этому пока не нашла объяснения. Наконец новая побеждает, а старая вытесняется на периферию. И мы увидим, что первыми странами, в которых победит рента отношений, эти страны будут богаче и счастливее, чем те страны, в которых будет царствовать рента капитала. Точно так же, как сегодня, в Соединенные Штаты Америки лидер ренты капитала существенно богаче, чем лидер мира ренты права Китайская Народная Республика. Вот так это работает. Более того, само понятие страны изменится. Точно так же, как понятие страны в эпоху ренты капитала, совсем не такое, как в эпоху ренты силы. Само понятие страны изменится, и мир поэтому немножко перекроится. Может быть, мы будем видеть те же названия, те же закрашенные области на карте, но эти вещи будут значить совсем другое. Итак, правила. Немножко о правилах. Правило номер один. Быть субъектом, а не объектом. Не ждать, пока кто-то что-то для меня сделает. Я должен сделать. Будущее зависит от меня. Никаких иерархий. В системе ренты отношений нет никаких иерархий. Нет никаких начальников. Шляпу надо снять и забыть, что ты начальник. Как говорил Брюс Уиллис в первой серии «Крепкого орешка», а вот мне сверху видно, что ты нифига тут ничем не управляешь. Вы не управляете в системе ренты отношений ни людьми, ни структурами, ни процессами, ни проектами. Вы задаете рамку отношений. Если вы правильно ее задали, к вам начинает поступать благо. Деньги пахнут. Это очень важно. Для мира капитала деньги не пахнут. Для мира отношений деньги пахнут тем местом, откуда их достают. Производите смысл. Потому что тот, кто производит смысл, командует теми, кто производит впечатление. Тот, кто производит впечатление, командует теми, кто производит услуги. Тот, кто производит услуги, командует теми, кто производит товары. А тот, кто производит товары, командует тем, кто производит сырье. Хотя тот, кто производит сырье, думает, что он самый главный. Делайте все наоборот. Посмотрите, как делается в мире капитала. Делайте наоборот. Владетьте ключевой точкой. Если вы нащупали ключевую точку, отдайте все, владейте ключевой точкой, никому ее не отдавайте. Будьте открытыми, обеспечивайте доступ на равных, то есть пиринг, умейте делиться, то есть шеринг. Ключевое слово здесь спильно, в русском языке нет такого слова, в украинском языке оно есть, и это очень хорошо. Я вас всех этим поздравляю. Все должны получать кайф. Это очень важно. Если в системе ренты капитала самым главным являются деньги, в системе ренты отношений самым главным является кайф. Если люди перестают получать кайф, можете закрывать это дело, ничего неинтересно, ничего не будет. В этой системе кайф является валютой. Люди придут к вам для того, чтобы получать кайф, они будут получать кайф, это та валюта, которой вы с ними расплачиваетесь. Люди, которые делают википедию, получают кайф, люди, которые делают линукс, получают кайф, и это та валюта, которую они получают за свою работу. Включайте людей в производство, в финансирование и владение. Нарушайте правила капитализма. Будьте связаны с кем только можно. Строите площади, а не дворцы. Не стройте стены. Строите площади, открытые пространства, такие как вот это вот. Откажите за прав собственности на тяжелые активы. Тяжелые активы никому не нужны. Мне очень тяжело представить сейчас людей, которые тянут куда-нибудь медные провода и рассчитывают, что они на этом заработают. Не бойтесь быть уязвимыми. Ни одно хорошее решение в этом быстро меняющемся мире не будет надолго. Оно просто должно рассматриваться как конкурентное преимущество на три месяца, на полгода, на год. Ну вряд ли больше. Растите дерево, а не строите здание. Органично, постепенно и заботливо. Это дерево, это не здание, оно живое. Среда доверия. Доверие – ключевое слово в системе ренты отношений. Очень важно. Посткапиталисты – это не бессребрельники. Это не люди, которые отказались от благ. Это не отказ от собственности. Это переход от ренты капитала к следующему более мощному виду ренты. Феодалы могли спрашивать друг друга, показывая пальцем на капиталиста, что это за идиот, у него ни одного крепостного нету. Как же он жить будет? Они не понимали, что им пришел конец. Так и сейчас капиталисты спрашивают друг друга, что это за идиоты, у них нету даже денег, показывая пальцем на посткапиталиста, на первопроходца, который снимает сливки. Не понимая, что пришел новый молодой хищник, который просто заставит их работать на себя. Посткапитализм – это не отказ от благ, это новый, более мощный способ получения благ, который заставит новый хищник, который победит старого и заставит его работать на себя. И как это будет происходить? Очень просто. Давайте посмотрим. В системе ренты капитала деньги не являются самоцелью. Только для Макдака Скрут же деньги являлись самоцелью. Деньги нужны постольку, поскольку за деньги дают благо в системе ренты капитала. Благо является целью. В системе ренты силы денег нету. Благо получается через власть. Сила конвертируется во власть, а власть дает благо. Без всяких денег. Пришел и забрал. Сильный пришел и забрал. Все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат. Точно так же в системе ренты право. Крестьяне несли пшеницу и кур и яйца помещику не потому, что он у них купил, а потому, что у него было право. Целью является благо, право дает статус, статус дает благо. Итак, в системе ренты силы. Сила дает власть, власть дает благо. В системе ренты право. Право дает статус, статус дает благо. В системе ренты капитала. Капитал дает деньги, деньги дают благо. А в системе ренты отношений этим промежуточным звеном является репутация. Отношения дают репутацию, репутация дает благо. Вам будут давать благо просто потому, что вы хорошие ребята в этой новой системе. Это кажется удивительным, но пока еще просто вы не понимаете, что это такое быть хорошим мальчиком или хорошей девочкой в новой системе. Как только вы поймете и станете, у вас будет все. Это переход. Это переход, который совершается сейчас нами. В целом это переход из общества ренты права в общество ренты капитала. То есть вообще говоря, это буржуазная революция, в середине которой мы живем. Так получилось, никто не знает как и почему, что параллельно с этой буржуазной революцией, параллельно с мощным приходом системы ренты капитала, а сейчас это будет происходить, потому что демонополизация, деолигархизация, дерегуляция и так далее, и так далее, это мощная буржуазная революция. Как сказал бы Маркс, революция мелких лавочников против баронов, которая происходит сейчас с нами. Это переход от ренты права к ренте капитала. Но параллельно с этим, совершенно неожиданно, здесь и сейчас проросло новое посткапиталистическое. Давайте посмотрим на то, что происходило на Майдане, что происходит сегодня в реформаторских движениях и волонтерских движениях. Давайте посмотрим на волонтерские движения, как на прекрасный пример посткапитализма. Краудфандинг, краудсорсинг, открытый код, то есть никаких патентов придумал, отдал всем. Вики-взаимодействие, дарение и совместное пользование, отношение дороже денег, никаких начальников иерархии, коллективное лидерство, равный доступ, умение делиться, органика, а не механика. Это запорожская сечь 21 века, это запорожская сечь, которая очень глубоко укоренена в украинской традиции, только это запорожская сечь с айпадами, айфонами, твиттером и фейсбуком. Вот такая вот интересная историческая конструкция. Это прорастает общество ренты отношений, здесь и сейчас. Что случится, когда одновременно прорастут две системы ренты, мы не знаем. Посмотрим, как это будет. У нас есть уникальные исторические шансы, которые мы можем использовать здесь и сейчас. И в конце скажу, это происходит не таким образом, как ремонт. Это не покраска и не поклейка новых обоев в старой квартире. Это происходит совершенно по-другому. Это происходит таким образом, что новое прорастает через старое. Новое, молодое, живое, зеленое, гибкое, сильное, органичное, но пока еще такое, хиленькое на вид, пробивает, прорастает через черное, старое, мертвое, которое давно уже, в принципе, пора было бы отколупать и выбросить. Так происходит эта смена. Я не хочу вам сказать, что люди, которые живут во времена экономических революций, обязательно более счастливы, чем другие. Может быть и нет. Я не хочу вам сказать, что они обязательно более богаче, чем другие. Может быть и нет. Но им точно веселее жить, с чем, собственно, я вас и поздравляю. Спасибо за внимание. А мне показали мальчики, что уже все. Окей. Я могу еще пять минут поговорить по что-нибудь другое. Я тогда могу повторить подвиг Гальшанского и прочитать вам второй доклад, те пять минут, которые у меня остались, на другую тему без подготовки. Спасибо. Либо можно вопросы. Как вы хотите? Доклад? Хорошо. Я очень коротко, пять минут и без подготовки расскажу вам вот о чем. То, что я буду вам рассказывать, вообще не относится ни к интернету, ни к капитализму, ни к бизнесу. Совершенно другую историю. Эта история называется новая мифология Украины. Что такое новая мифология Украины? Давайте посмотрим. Украина, каждая страна имеет свои мифы и свои истории. И Украина тоже. Страны общаются друг с другом, народы общаются друг с другом, рассказывают друг другу истории о себе. Наш украинский мифологический мир в свое время был создан Шевченко, Котляревским и Гоголем. Это замечательные, красивые мифы про казаков, про вия, про селян, но эти мифы устарели. Это не 21 век. С этими мифами, с этими историями, с этими красивыми поэтическими вещами нам абсолютно нечего рассказать о себе сегодня, миру, в 21 веке. А в это время и в мире, и в Украине произошли очень большие изменения. И нам нужно рассказывать о себе новые истории. Нам нужен новый мир украинских историй. Новый мир украинских историй, что это? Представьте себе, что вас попросили, вам дали чистый лист бумаги, и вас попросили написать какой-нибудь коротенький рассказик про какого-нибудь персонажа из мира Толкина, из мира хоббитов. Я уверен, вы с легкостью это сделаете. Потому что этот мир настолько описан хорошо, настолько близок к каждому, кто читал книги, смотрел фильмы, что можно взять просто себе персонажика и описывать его, написать рассказ и внести свой вклад в формирование мира истории Толкина. Точно так же вы сможете написать рассказ о каком-то персонаже из мира Звездных войн. Может быть, из мира Матрицы. Может быть, из мира Нарнии, кто увлекается. Вот таким вот образом формируется мир историй. Он формируется не так, что кто-то один начинает писать и потом полностью описывает этот мир. Таких великих писателей нет. Он формируется так, что начинают рассказывать люди друг другу разные истории и формируется новый мир. Мы поставили себе задачу сформировать новый мир украинских историй. И включить в него сотни профессиональных творцов и тысячи простых людей, которые будут эти истории рассказывать. Мы долго, несколько лет перебирали разные украинские архетипы. Мы нашли три интересных нарратива. Нарратив — это история, которую можно рассказывать. Три интересных нарратива. Первый нарратив — Великий Перекресток. Смотрите, Украина возникла на перекрестке пути из Варяг-Грекии и Великого Шелкового пути. Все наши города возникли на перекрестках. Киев возник на перекрестке. Львов возник на перекрестке. Харьков возник на перекрестке. Правда, харьковчане что-то об этом не знают, забыли. Одесса возникла просто как подключение к миру, всемирному миру, дорог. Мы всегда жили на перекрестке. Все ходили через нас туда-сюда, в обе стороны. Это сформировало очень специфический менталитет. Менталитет людей, которые только и могли выжить, живя на перекрестке. На перекрестке жить тяжело, вообще говоря. Буквально несколько стран в мире могут сказать о себе, что они живут на перекрестке. И этот менталитет сформировался здесь. Интересный менталитет людей, которые открыты на все стороны, которые принимают все противоречия и готовы с этими противоречиями жить. И в принципе могут нормально себя в этой ситуации чувствовать. Которых тяжело достать, но если уже достал, то до свидания. Вот этот Великий Перекресток, это мир специфических людей. Это мир специфических героев. Таких, как средневековые чумаки, таких, как казак Мамай, это украинский буддист, кто не знает. И таких, как в нынешнем мире волонтеры. Это мир специфических защитников. От древних дружинников и от казаков средневековья до УПА, сечевых стрельцев и сегодняшних киборгов. В мире Перекрестка живут очень специфические люди, и о них можно и нужно рассказывать истории. Второй нарратив. Нарратив, который называется Русь. В свое время Орда присвоила название Русь себе. Была Орда, ей понравилось название Русь, потому что название Русь означает цивилизация. И она забрала его себе. Мы должны вернуть себе Русь. Вполне возможно, что мы построим проект Русь как новый, совершенно невиданный, контримперский, контрколониальный проект. Потому что все нации, Украина очень сильная страна, все нации, которые захотят иметь свободу в этой части земли, они будут присоединяться так или иначе к этой великой конференции. Представьте себе, у кого перед глазами есть географическая карта Восточной Европы, представьте себе пояс, который тянется от Балтики к Черному морю и дальше Каспию. Создатель современной Польши Пилсудский называл это интермариум. От моря до моря. От Финляндии к Польше, от Польши к Словакии и Украине, возможно Турции и обязательно Грузии и Армении. В России живут страны, у которых одинаковые проблемы. Проблема модернизации и проблема защиты от хаоса, который ползет с Востока. Страны, у которых есть общие проблемы, вполне могут объединяться. Балта-Черноморский союз может оказаться реальностью уже в следующие десятилетия. Это второй нарратив. Вернем себе Русь, вернем себе старый до-византийский статус славяно-нормандской державы от моря до моря. Совершенно не имперским способом, не присоединяя территории, а создавая свободную конфедерацию, свободных народов, не готовых мириться с существованием империи на Востоке и желающих отгородиться от нее большой стеной, желательно с крокодилами. И третий нарратив. Небесные сталкеры. Так получилось, что весь украинский фольклор пронизан идеей неба, полета. Идеи туда, вверх. Украинские, ну начиная с Чумуженисокел, ветряки и так далее, и так далее. Так получилось, что огромное количество изобретений в сфере авиации, космонавтики совершилось именно здесь. Внедрено было не здесь. Мы умеем изобретать, мы не умеем внедрять. У Украины особое отношение с воздушным пространством. У Украины особое отношение с космосом. Как говорит философ Сергей Досюк, есть все нации в мире, делятся на две категории. Космические нации, которые летают в космос, и не космические, которые никогда не полетят в космос. Есть только одна нация, которая летает, но не хочет. Должна захотеть. И в этом смысле мы выходим на новые интересные космические вещи, в том числе на космическую идентичность человека, как бы странно это ни звучало в этом зале. Сегодня к работе над этими нарративами подключилось множество творцов культуры, которые сегодня в Украине известны. Мы увидим в ближайший год множество историй о новых героях, множество новых мифов, которые рассказывают эти три основные истории. Великий Перекресток, Русь как противовес Орде, как общество свободных людей, свободных народов, и небесные сталкеры, люди, которые решили покорить небо. Но покорить небо не строя Вавилонскую башню, как известные библейские герои потерпели поражение, а покорить небо силой мысли, силой полета. Вы увидите эти истории, и вам захочется рассказать эти истории тоже. Когда вы это увидите, а это будет достаточно скоро, не отказывайте, пожалуйста, себе в удовольствии придумывать сами. Придумывайте, сочиняйте, пишите стихи, пишите короткие рассказы, делайте компьютерные игры, рисуйте эти герои в комиксах, делайте их героями ваших приложений, и так далее, и так далее. Рассказывая истории о себе, другим народам и другим странам, мы занимаем свое место на карте мира. Сейчас, если вы спросите людей, даже из ближайших к нам стран, Украина это про что? Они вам не расскажут. Даже если мы спросим сами себя, Украина это про что? Мы часто не услышим ответа. Поэтому нам нужно создать новые мифы и рассказывать новые истории. Мифы нельзя создать искусственно. Можно рассказать только те мифы, которые уже находятся в голове у людей. Эти три мифа уже находятся в голове у людей. Вы найдете их каждый в себе. Нам просто нужно научиться их рассказывать. Почему я это рассказываю айтишникам? Ну потому что айтишники просто сами по себе это очень мощный миф. Миф порождает миф, это нормально. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим огромное количество всяких интересных вещей, которые в том числе и родятся с вашим участием. Так, я думаю, что уже там кто-то пришел, да? Алексей? Не пришел? Но я в любом случае с вами прощаюсь. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин